Здравствуйте! Это программа «Постфактум» и я ее автор и ведущий Артем Кудинов. На прошлой неделе в средствах массовой информации «Края» живо обсуждали назначение куратором нашего региона, министра труда и социального развития Максима Топилина. Напомню, решением правительства России самые неблагополучные регионы России, а их насчитали 10, теперь будут опекать федеральные министры. Цель – улучшить положение дел, повысить доходы населения, снизить бедность, сократить безработицу, увеличить приток денег в экономику. Увы, в этом списке отстающих оказался и Алтайский край. Критическая ситуация складывалась десятилетиями, и, надо признать, изрядная доля ответственности за это лежит в том числе и на федеральном правительстве, которое нынче и взялось исправлять ошибки и просчеты. Наш куратор должен следить за тем, чтобы Алтайский край сокращал отставание, а жизнь в нем заметно улучшалась. Собственных сил нам не хватает, существующие возможности поддержки проблем не решают. Нужны неординарные, чрезвычайные меры, а вся надежда на помощь из Москвы. Как будет работать этот механизм, я имею в виду опекуна-куратора из федерального правительства, пока не слишком понятно. Но очевидно, что министр Топилин будет тесно взаимодействовать с краевым правительством. Судя по всему, результатом этой работы должна стать масштабная и долгосрочная, а главное, реалистичная программа развития Алтайского края на ближайшее будущее. Куратор также будет следить, чтобы в край поступали необходимые деньги, будет контролировать выполнение всех программ развития и регулярно докладывать правительству страны о всех проблемах и результатах совместной с краем работы. Опасения, что Москва вводит чуть ли не прямое управление нашим регионом, беспочвенные. Так же, как не имеют под собой оснований и предположения о неэффективности работы краевых властей, из-за чего якобы и назначен «смотрящие столицы». Однако очевидно, что теперь ответственность краевых чиновников возрастет многократно. Должен измениться характер и самой работы регионального правительства, от которого ждут масштабных проектов и амбициозных инициатив. Ведь плачевную ситуацию, в которой нынче оказался Алтай, какими-то полумерами и затыканием дыр просто не разрулить. Вместе с тем ясно, что появление у края высокопоставленного куратора, который будет нести персональную ответственность за результаты развития края – факт положительный. Ведь появляются новые возможности напрямую, минуя всякие бюрократические барьеры, работать с федеральным центром. Ведь как ни крути, а наш человек в федеральном правительстве – это существенный ресурс развития края. Фактически главный, весьма влиятельный лоббист, наделенный серьезными полномочиями самим премьер-министром. Как нам удастся использовать этот ресурс и появившиеся возможности, покажет будущее. Пока же ждем визита на Алтай куратора министра Топилина, его встреч с губернатором и правительством, представителями делового и экспертного сообщества. Наконец, ждем его обращения к жителям края, у которых вновь появилась надежда на улучшение жизни в нашем регионе. Ведь в конце концов, ради их благополучия и должны работать власти в Барнауле и Москве. Это была программа «Постфактум». Я и автор и ведущий Артем Кудинов. Новая неделя даст новую пищу для размышлений. Редактор субтитров А.Семкин